Давно известно, что живое авторское слово быстрее найдет отклик в сердцах читателей. В тот день, достигнут незримого диалога с ними, старались сразу пять участников встречи, народженный сердцем напев, для которых поэзия является смыслом их жизни. Стихотворения порадовали национальным колоритом, современным сюжетом, легким слогом, присутствием в них комичности и даже сатирой. Муж возвратился из командировки. До ужаса заезженный сюжет. История, допустим, и не нова. Зато финал уж точно не повторен. Шекспир, Мольер сказали свое слово, и я свой нос засуну в разговор. Выступление участника Народного клуба поэтов и композиторов «Живица» Андрея Семенова рассказала не только о его поэтическом, но и артистичном таланте. Участница того же клуба Валентина Бабко Олешкевич считает, что писать стихи можно начать в любом возрасте, а побудить к творчеству может все, что угодно, даже бытовые курьезы. Идея по улице, чувак. И сам с собой разговляет. На твару его синяк, малина испелая дливая. На им примятая оденья, давно не чищенный обуток, а в очах его с умненья и синяком прикрытый смуток. Стихотворения Эры Ставер, известные солигорской поэтессы и краеведа, всегда проникновенны и чисты. Каждая из них – это маленькая история о родных местах, написанная с большой любовью. По леске мои мястины, делань блукаем из лесов, У виросах под паутинем сядет семья боровиков. И нас бы вёсок заховали, Великий лес и лесовню, Равецкий лес и боровую, Где птушки будят тишиню. Настоящим украшением программы стало выступление автора и исполнителя песен Николая Холода. Так чем же поэт принципиально отличается от обычного человека? Лирика для поэта – это возможность исповедаться, считает любительница этого вида искусства Лидия Чекрыжова. Её творчество тому подтверждение. На литературных встречах учащиеся учреждений образования нашего города постоянно и самые многочисленные аудитории, а ещё они самые строгие и неподкопные судьи. Но и на сей раз организаторы и гости мероприятия со своей просветительской задачей справились. Нужно не забывать свой родной язык. Я вообще забила русскую мову. И нужно постоянно обогащаться и больше времени уделять поэзии и литературе.